Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня в рубрике Indie Horror мы посмотрим игру Dreadout. Это какой-то малазийский или индонезийский хоррор, который, судя по всему, выйдет в конце года. А пока что у нас есть демо-версия, по которой мы можем оценить, хорошая ли эта игра вообще или как. Как бы там ни было, давайте начинать. Игра уже служит порядком, то есть это демо, но добрались к моей ручонке благодаря Даше только вот-вот. Так, перейх профиль game. Хорошо, кембали. Видите имя. Как обычно. Окей, мимо отгаме. Мы играем за эту девушку, что ли? За чего-то. А очень неплохо сделал, да? Особенно для игры на юните. Визуально вообще просто. Эпиквин вообще. Телефон-то возьми, ну. Ух ты, от третьего лица. Офигеть, вот это круто. Где мы вообще? Какое-то кокосовое здание. Ой, кокосовое, бамбуковое. Судя по всему, она сказала что-то не очень хорошее. Твою мать. Хорошо. Офигеть, это жуть была. Так, и что, мы с видом от третьего лица играем? Мы можем и так ходить, да? Блин, ну сделано вообще просто, я не знаю, великолепнейшим образом. Ира, это ты? Ну, тихо, тихо, тихо. Вы знаете, это, по-моему, будет офигительный хоррор, потому что я вижу, это настолько круто сделано, что бери телефон уже, ну. Вы знаете, я буду так ходить, мне так спокойнее. А как бегать можно? Вот так можно бегать. Офигеть. Отлично. Что-то как-то это все не к добру. Это я вам говорю, у меня чуйка на эти дела. И я знаю, что сейчас все будет очень плохо. Это на стене как, нормально вообще, нет? Ух, твою мать. Ой-ой-ой. А, бежим, бежим куда-нибудь. Твою мать. Офигеть, это тупик же, ну. Девушка, какого черта? Я могу тебя зафоткать? А, не нравится, бежим. А, все, она пропала. Фух, так, ладно. Хорошо. Что-то давно меня так не продирало, с краю эфира, наверное. Хотя, что, я вру. Это бывает довольно часто. Вы тут были? Я лучше так. Мне так спокойнее. Какого черта вообще происходит? Вы знаете, скорее... А, я отсюда пришел. Скорее всего, я дикий слоупок и, на самом деле, где-нибудь там в опции включается английский язык. Но я буду играть так, это прикольнее, по-моему. Так, ну и что? Сюда мы еще не ходили. Хорошо. Есть кто-нибудь? Это же, по сути, улица города. Что тут может быть такого дико страшного? Опадишь ты, блин. Прямо просто обосрач какой-то. Удара в стене. А, смотри. Ого. Что-то мне неспокойно как-то с этими звуками. Ух-ху-ху-ху-ху. Тихо-тихо. Слишком жутко, по-моему. А вас, делай рак масок. Блин, я уже кустов пугаюсь. Вот это игра, которую реально не стоит играть одному ночью в наушниках, на мой взгляд. Так, что я делаю? Куда я иду вообще? Мигающие лампы. Ненавижу мигающие лампы. Батарейка, я надеюсь, не сядет в самый ответственный момент. Бабайка. Бойся, бабайка написано. Наверняка. Хорошо, пойдем на второй этаж. Ой, а музыку-то как нагнали. Азиаты, они все-таки умеют вот это вот, да? У них и вот, допустим, у японцев ужастики какие-то ненормально страшные. Кругом эти волосы, торчат или водоросли, что это такое? Закрыто. Нужен, видимо, ключ. Я не знаю, мне так хочется ходить, но так слишком страшно. Так как-то я, по крайней мере... Дверь открыта. Только что закрыта была. Так я, по крайней мере, вижу... Вижу это нечто, если оно есть на самом деле. Куда я иду? За спиной, по-моему, что-то есть. Ой. Кошка. Кошка? Это кошка? И специально, смотри, заглушили звуки. Сейчас будет такой скример, я думаю. Приготовьтесь. Котик. Иди сюда. Барсик. Тихо, тихо. Спокойно. Иди домой. Тихо, тихо, тихо. Барсик, ну ты чё? Кушать хочешь? Кто-то здесь не очень комфортно жил, я бы сказал. Здесь может ключ лежит. Так, и чё я тут делаю? Чёрт его знает. Так, сейчас сядем поудобнее, кирпичи стрянем. Ух, хорошо. Короче, понятно. Здесь, видимо, ничего не понятно. Так, снизу никто не пришёл. И уже хорошо. Спокойно. Туалеты. Ух уж эта тишина. Пуста. Но туда можно зайти. Мигающий свет. Отлично. Ох, как страшно. Так, я не могу. Я не могу туда попасть. Полин. Ну, ладно, хорошо, допустим. Мне кажется, всё-таки у той комнаты с Барсиком что-то нужно здесь сделать. Есть кто? Ох, хорошо. Это битыш, а это веник. Чё это? Котик. Не пугай меня, пожалуйста. То есть. Твои глазища меня просто уничтожает. Может через заборы на крышу как-то? Это нет. Он включим, давайте скамаем. Он включим, давайте скамаем. Пасамый гоф доту. Чё-то я даже не знаю, блин, если серьёзно ты так. Котик, уйди. Короче, давайте всё осматривать. Сюда мы зайти не можем. Там у нас... Там у нас тоже ничего нет. По сути это... Может на вообще куда-нибудь другое место идти, потому что это провалом. Так, сейчас ещё раз тут пройдусь. Ну, я прям даже не знаю. Здесь нет ничего, кроме этой погани. Всё, я так чувствую, надо варить отсюда. О, как страшно. Может сюда? Чё-то я уже кругами начинаю ходить. В машине ключей, естественно, нет. Поэтому давайте попробуем назад сбегать. Сюда нужен ключ. Ключа у нас, к сожалению, нема. Это дверь. А, смотри. Тихо-тихо-тихо. Чё это было? Здесь ничего нет. Кажется, ничего. Пустая. 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 Чё это не страшно? Пустая. 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 О, блин. как страшно. Буха, это чё такое ещё? Повешенный Мишка. Ну, вроде, ничего такого плохого не выдать, да? Ладно, ой, твою дивизию, опять ты. Девушка, ну спокойно, давай как-нибудь. С ней что-то явно не в порядке. Девушка, ну спокойно, не в порядке, не в порядке, не в порядке. Тедак, кабу-букан тиманку. Так, она пошла куда-то... тихо. Что это было только что? Ох, потные ладошки. Может теперь дверь открылась? Да нет, по-прежнему закрыто. Ладно, продолжаем искать, значит мы все делали правильно. Допустим, вот тут все по-прежнему очень плохо. Так, пойдем сразу к котику или сначала как? Или может сюда все-таки сначала? Во, смотри, дверь открыта теперь. Есть кто? Ну какого черта, вот тут ненавижу такие приколы. Ой, дверь закрылась. Спокойно. Ой, 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 ой. Я что, вот и вернуться должен от нее что-ли? Фу, твою мать. Фу, твою мать, красавица. Фу, твою мать! Что? Фу, твою мать, красавица. Лучший инди-хор, серьезно, просто, вообще, самый лучший в мире. Пойдем на свет. Самое главное правило выполнено. Главный герой должен быть беззащитным. Ух, это было очень страшно. И мы еще в игре, да? Какого черта? Знаете, вот эта концепция, она очень крутая. На ней можно столько всяких фантазий здесь подойти, реализовать. С него плачет кто-то, да? То плачет, то ржет. Это, по-моему, ненормально. В этой игре все ненормально, конечно. Снизу? Или сверху? Снизу, походу. А где котик? Куда подевался? Так, ладно, пойдем вниз. Шуть какая. Ты опять тут, мать твою, за ногу. Чего тебе от меня надо? Отвяжись от меня, к чертовой матери. Это закрыто. Давайте под этим спросим, все ли у нее в порядке. Мы же достаточно глупы для этого. Непереводимый игрослов. А, говорит, все, говорит, очень плохо, говорит. Я, говорит, была в порту, и вот я здесь. Вот у меня есть ключ. У меня есть ключ. Все, ты мне больше не нужно. Оставайся здесь. Я тебя брошу. Что? Какого черта происходит? Для полного счастья никто. Кто-то морвет и так. Кладбище. Затопленное кладбище. Кто-то не видит, что-нибудь нет. Потому что ничего не видно. Не, игра это просто... Просто дича какая-то. Какая-то крыта. Что это такое? Офигеть. Это ненормально. Я должен к нему подходить. У меня выбора нет. Что за музыка? Кто-то где-то идет за мной. Кто-то вроде нет. Твою мать. У него глаз, смотри. Он просто... Твою мать. Куда я иду вообще? Может и как-то потушить. И пожечь наоборот. Только у меня нечем, да? Я так думаю, нужно пожечься свечки. Только я не знаю, как. Какого бы странного. Ой, много непонятного в этой игре. Эм, что? Что? Подожди, а что мы делаем тогда, по сути? Допустим. Это я ему делаю или он мне? Спокойно. По-моему, я ему. Ему это явно нравится. Свободен, братюня. Второй идет. Понятно, короче, их можно убить. Горишь? Такое ощущение, что что-то в меня переходит. Свободен. А вот, я понял. Их нужно было убивать, и все. Окей. Три свечки. Три бабаки. Теперь мы их фоткаем, и... И появляется что-то совсем плохое. Отлично. Я думаю, на этом демо заканчивается. Скорее всего, да. Бредаут. Ну, что я могу сказать? Это было великолепно. И когда эта игра выйдет, теперь я буду... Берсамбург. Окей. Теперь я за ней буду следить. Когда выйдет полная версия, я обязательно ее пройду, потому что это, по-моему, что-то с чем-то. С другой стороны, некоторые моменты откровенно приходится догонять. Типа, что делать с этими свечками. Но это по-своему круто. Просто не особо очевидно. Так что, когда уже я понял, что их нужно убивать, в итоге загорают свечки. Какое-то чувство такого прям морального удовлетворения, если включить. А так, в принципе, блин, все выполнено на уровне проекта, который там не стыдно продавать за деньги, за серьезные деньги. Не просто какой-то инди-хоррор на Unity Angel. Так что, разработчикам, большая уважуха. А вам спасибо, что смотрели. Увидимся в следующих инди-хоррорах. И ждем, ждем полноценной версии Dreadout. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал Dreadoutor.